Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги! Наша лаборатория изучает распространённость злокачественных новообразований в регионе Сибири и Дальнего Востока, которые характеризуются разнообразием природно-климатических зон, неравномерным территориальным распределением населения, различной степенью урбанизации и неоднородностью этнического состава населения. На территории региона проживает многонациональное население. Из 25,5 миллиона около 1,4 миллиона – это жители, это коренные народы. Причём они представляют около 45 национальностей. Крупные этносы представлены такими национальностями, как якуты на севере, а на юге – это буряты, тувинцы, хакасы, алтайцы. И пришло население, конечно, это основное население, около 90%, оно представлено русскими, украинцами и белоусами. Показано, что заболеваемость на территории региона Сибири и Дальнего Востока в общем-то варьирует и довольно-таки значительно от 284,9 Магаданской области до 199,3 в Республике Алтай. Не знаю, как показать. И необходимо отметить, что на тех территориях, где в национальной структуре населения значительная доля коренных народов, показатели заболеваемости достаточно ниже, чем в среднем по региону. В нашей лаборатории проводилось исследование распространённости злокачественных образований среди малочисленных народов. Это в прошлом столетии было показано, что есть различия в заболеваемости между коренными народами и пришлым населением. Более значимые последние исследования мы проводили, изучали распространённость рака молочной железы на территории Республики Тыва и Республики Саха. И также было показано, что якутки и тувинки болеют злокачественным образованием молочной железы в 3,3-4,5 раза меньше, чем пришлое население. В настоящее время мы изучаем распространённость злокачественных образований на территории... Я не знаю, как показать. Вот она внизу, там находится, Республики Алтай. Особенностью этой республики является то, что она принадлежит к числу регионов, регионов с внешнеблагополучной демографической ситуацией. То есть рождаемость превышает смертность. И отсюда положительный естественный прирост 11 на тысячу населения. Кроме того, в Республике наблюдается рост численности населения примерно на 7,8% за 20 лет. Ещё одна особенность. В возрастной структуре населения достаточно высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста. Вы видите, 25,8%, то есть это практически на 10% больше, чем лиц старше трудоспособного возраста. К сожалению, в Республике низок показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Всего 65,4 года. Как уже было сказано, по России это 70,2, но 70,3 года. Ещё одна особенность. Более трёх пятых населения проживает в сельской местности, потому что на территории Республики всего один город. Это город столицы Республики Горно-Алтайск. Ну и основной вид экономической деятельности жителей Республики – сельское и лесное хозяйство. На территории Республики проживает около более 72 тысяч алтайцев и более 115 тысяч русских. И ещё представители коренного народа, мы отнесли их тоже к коренным народам, это казахи. Они проживают на территории Республики где-то начало-середины XIX века, поэтому мы их отнесли к коренным народам. Необходимо отметить, что доля русских в этническом составе, в этническом структуре населения Республики снижается. Вы видите, что по сравнению, например, с 70-м годом, если русских было 65,6%, то по переписи 2010 года это уже 56,6%, а алтайцы, наоборот, удельный вес, соответственно, растёт. 29,2%, в 2010 году 33,9%, ну и увеличивается численность казахов до 6,2% на 100 тысяч населения. Увеличивается численность коренных народов и в структуре городского населения, но всё равно основное всё-таки коренное население проживает в сельской местности. Здесь представлена территориальная карта административное деление Республики Алтай, и вы видите, что в основном коренное население проживает на южных территориях, в южных районах, это вот Улаганские, Кошагачские, Ангудайские и Устканские районы, а русскоязычное население – это вот север Республики, ну и, соответственно, столица Горно-Алтайск. Если посмотрите, то первая цифра вот в этой дроби это численность алтайцев. Ну и, соответственно, Кошагач – это в основном проживают казахи, то есть там 53,4, русских всего 3% на территории этого района. Ещё одной особенностью Республики является достаточно молодой средний возраст жителей. Вы видите, что в среднем это 33,6 года, в то время как в Российской Федерации – 39,2 года. А посмотрите, у алтайцев и того меньше, да, у городских жителей средний возраст 29 лет, у сельских – 31,8 года. Исследования мы проводили с 1 по 12 год. Всего было выявлено более 5 тысяч злокачественных новообразований, из них 23,4 среди коренных народов. И, соответственно, женщины как у коренных народов, так и у пришлого населения болеют чаще. Пропала картинка. Соответственно, отличается структура заболеваемости как мужского, так и у женского населения. Ну, вот, к сожалению, пропала циферка. У коренного населения на первом месте располагаются злокачественные образования трахеи и бронхов лёгкие. На втором месте идут злокачественные образования желудка, затем пищевод, а затем предстательная железа. В целом у них на структуре лидируют, конечно, органы пищеварения. Это более 38% в структуре злокачественных образований. У пришлого населения злокачественные образования трахеи и бронхов лёгкого, к сожалению, не видно, но удельный вес у них, конечно, чуточку выше, чем у коренного населения. Но выше злокачественное образование кожи. Вот у мужчин, у коренного населения, они практически не встречаются с злокачественным образованием кожи и меланомы. Удельный вес желудка 8,8% у пришлого населения. А вот у коренного населения там было 16,9, то есть практически в два раза меньше у пришлого населения. И пищевод. У пришлого населения показатель заболеваемости незначительный, а вот в структуре коренного населения достаточен удельный вес рака пищевода. Ну и вот в отличие от коренного населения, у пришлого населения больше удельный вес, соответственно, для качественных образований дыхательной системы и мочеполовой системы. У женщин, конечно, у коренного населения и у пришлого населения на первом месте располагается рак молочной железы, но удельный вес у коренного населения меньше. На втором месте у коренного населения располагается рак шейки матки, а у пришлого населения рак кожи. Ну и в целом, и у пришлого, и у коренного населения в структуре заболеваемости, конечно, ведущая роль принадлежит локачественным образованием репродуктивной системы. Вы видите, цифры примерно одинаковые, да, 37,5 и 39,8. Но у пришлого населения это за счет рака молочной железы, а у коренного населения это рак шейки матки. И еще у пришлого населения значительно чаще встречаются новообразования тела матки. Показатели заболеваемости в целом у коренного населения в 1,7 раза меньше, чем у пришлого населения. И за исключением злокачественного образования пищевода, при всех остальных локализациях выше заболеваемость у пришлого населения. Что-то я... Водочек. Что касается мужского населения, соответственно, у коренного населения показатели заболеваемости в 1,6 раза ниже. И в течение времени наблюдалось статистическое значимое снижение заболеваемости раком желудка. У пришлого населения статистически значимо увеличилась заболеваемость колоректальной раком. И у коренного, и у пришлого населения наблюдался рост заболеваемости злокачественным образованием предстательной железы. Если вот здесь посмотреть, на графике представлено, что у пришлого населения в 3,8 раза выше заболеваемость рака кожи с меланомой, в 2 раза рака предстательной железы, в 2,1 раза злокачественное образование мочеводелительной системы. У женского населения заболеваемость, соответственно, у коренного населения ниже в 1,8 раза. И в настоящее время наблюдается тенденция снижения заболеваемости раком пищевода и желудка. Но, как и, наверное, в повсеместном мире, растет заболеваемость колоректальным раком. Особенностью в республике является то, что в настоящий момент наблюдается некоторое снижение заболеваемости рака шейки матки. И у коренного, и у пришлого населения. По возрастные показатели, соответственно, с возрастом они растут. И выше они практически во всех возрастных группах у пришлого населения. Причем, вы видите, пик заболеваемости у коренного населения и у пришлого населения. Пики заболеваемости различаются практически в 1,8 раза. Соответственно, в 2 раза различаются показатели заболеваемости у женского населения. Средний возраст больных в республике в целом ниже, чем по Российской Федерации практически на 3,8 года. Соответственно, ниже он и у коренного населения, и у пришлого. Причем, вы видите, у коренного населения средний возраст заболевших у мужчин 58,2 года, а у женщин 57,1 год. А вот при гемобластозах у коренного населения средний возраст 31 год. По территории республики можно отметить, что, если помните, я говорила о том, что на юге республики проживают в основном коренные народы, алтайцы и казахи. Так вот, заболеваемость на этих территориях практически в 1,5-2 раза ниже, чем заболеваемость на северных территориях республики, где проживает в основном русское население. Вы видите, что в Майминском районе это 225,8 на 100 тысяч населения, в Улаганском 161,7. Мы провели кластерный анализ, модель которой вошли показатели заболеваемости на территории, затем удельный вес лиц трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста и доля русских проживающих на данной территории. И у нас получилось три группы районов. В первую группу районов вошли Чемальский, Чойский и Майминский, которые характеризуются высокими показателями заболеваемости и, соответственно, наибольшим удельным весом русскоязычного населения. И Усть-Канский, Ангудайский, Улаганский и Кошагачский район – это те районы, где в основном проживает коренное население. Уже говорили о том, что мы занимались более детально распространенностью рака молочной железы у представителей коренных народов и изучали уровень гормонов у здоровых женщин. И при помощи компьютерной программы пакета «Новоспарк» мы визуализировали гормональный статус. И у нас получилось, что для различных популяций существует свое понятие нормы гормонального статуса. И изучали мы рост и массу тела здоровых женщин коренных национальностей и русских. И тоже получилось, что индекс массы тела у русского населения, у русских женщин был статистически значимо выше. Причем среди русских лиц с ожирением, с нормальной массой тела, с ожирением встречалось около 48%, а у лиц с коренной национальности их было всего 23%. Ну и немножечко генетическая компонента. Вы знаете, что злокачественное образование определенную роль играет и генетические мутации. Был изучен полиморфизм 72-го кадона 4-го экзона гена P53, который может быть представлен тремя генотипами, которые обнаруживаются более чем в половине всех опухолей человека. И было показано, что у женщин монголоидной расы риск развития рака молочной железы ассоциирован с гомозиготным вариантом аргинина. По аргинину генотипа гена P53 гомозиготный вариант проолели обладает протективным свойством, а у лиц славянской национальности наличие гетерозиготного генотипа снижает риск развития рака молочной железы. Ну и в заключении я хотела сказать, что распространенность злокачественных образований имеет выраженный территориальный характер, который обусловлен сочетаниями основных факторов риска. И все это необходимо учитывать при организации работы онкологической службы. И сейчас мы хотим изучить состояние онкологической помощи, как оказывается помощь коренным народам на тех территориях, которые проживают коренные народы, и соответственно те территории, где проживает русскоязычное население. И затем уже делать какие-то выводы. Благодарю за внимание. А кто такие пришлые? Пришлые, я объясню. Пришло население, это мы брали русские, украинцы, белорусы. Сколько лет они там проживают? Так, вот относительно сколько лет они проживают. Мы брали как мигрантов, которые приехали, и брали те, которые проживают и в течение второго поколения. Спасибо, Ирина Николаевна. Спасибо. Спасибо. Это попытка, так сказать, хорошего анализа эпидемиологического. Это действительно проблемы сложные. Я слышно, наверное, говорю. Да, вот так. Ну, что я должен сказать, что мы постарались с Вактаном Михайловичем уложиться в те рамки. Конечно, проблемы колоссальные, можно о них долго говорить. И как говорил доктор, уважаемый доктор, наш гость из Голландии, он связывал, так сказать, проблемы с Большим болотом. Но все-таки мы в этих кратких выступлениях показали, что в этом можно разобраться. Можно разобраться. Поэтому я хочу поблагодарить всех выступающих. Давид Георгиевич, вы хотели, по-моему, вопрос задать, да? Ну, буквально, так сказать, кто-то хочет, один-два вопроса. Даже не вопрос, я хотел просто сказать, обратить внимание на очень интересные, так сказать, детали в докладе, в вашем докладе с профессором Петровой, который она отметила, но, так сказать, не подчеркнула, так сказать, вот выявление в результате диспансеризации, повышение выявляемости, но растет выявляемость, но не снижается процент распространенных форм рака. Вот это очень важный момент, и она очень много интересных вещей сказала нам, но не подчеркнула.